Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня у нас очень интересный эфир с Анжеликой. И Анжелика — это дизайнер одежды, который работает с Mango, с Zara. Она вам расскажет свою историю, как у нее это сложилось, как получилось, что нужно для этого уметь, где учиться. И обязательно ответим на ваши вопросы, которые вы уже задавали в Stories, которые вы задавали, соответственно, под постом. И можете сейчас в прямом эфире нам тоже их задавать. Эфир будет сохранен. Это самый популярный вопрос, который я получила. Поэтому все нормально. А сейчас буквально 1-2 минуточки мы соединимся с Анжеликой и проверим, что нормальный звук, нормальное видео. Да, вот мы соединились. Добрый вечер! Слышно, видно. Давайте проверим сначала звук и изображение. Привет! Да, всем привет. Еще раз. Добрый вечер всем. Так, если вы слышите меня и слышите Анжелику, давайте вы поставите нам плюсики. Те, кто в эфире, мы поймем, что нас слышно и видно, и уже будем приступать к нашей теме. Ну, чтобы не было так, что мы говорим, а нас не видно. Так. Не вижу пока плюсиков. Плюсики поставьте, если нас слышно. Да, Катя, еще скажи мне, пожалуйста, как мой звук? Слышно меня? И если очень громко, то тоже скажите, я попытаюсь убавить. Вообще идеально. Ну вот мне, по крайней мере, очень хорошо. Я думаю, что можно сделать потише на телефоне, и мы не будем глушить. Хуже, когда тихо. Так, слышно-видно. Остальные нас слышат. Ну, просто как-то обозначить, там, плюсики или еще что-нибудь, чтобы мы понимали, что все нормально. Да, хорошо. Если в какой-то момент видите, что очень громкий звук, просто я не со своего телефона, и я, честно говоря, не знаю, как здесь отрегулировать хорошо звук. Маякните и постараюсь убавить. Да, думаю, все отлично. Анжелика, сегодня буду я вас пытать. Давайте рассказывать очень интересный кейс. Действительно, так вот Инстаграм сближает, и мы нашлись. Я тоже профессиональный дизайнер, но я все-таки российский дизайнер, у меня российское образование, и работала я в российских брендах, таких так, Остин, Инсити и так далее. А у вас вот именно зарубежный такой опыт и в таких крупных брендах, которые у всех на слуху, рассказывать вашу историю, кто вы, что вы, как пришли к этому, где учились, как туда попали. А я попутно буду задавать вопросы, которые задавали, которые меня интересуют, ну и засчитывать, что у нас спрашивают, для того, чтобы более широко это все раскрыть и рассказать. Потому что, ну, частые вопросы, а как устроиться в зарубежный бренд, да, что для этого нужно, где учиться, как что. В общем, давайте мы вас будем сегодня дергать, рассказывать и все-все-все. Хорошо, да, я постараюсь быть краткой, потом, если расскажу неполно, то просто задавайте вопросы и на все с удовольствием отвечу. Смотрите, я никогда не работала в России дизайнером, я вообще лингвист-переводчик, я переехала в Испанию 14 лет назад и отучилась на дизайнера одежды уже там, в Барселоне. После бакалавриата в дизайне одежды я еще закончила магистратуру в Барселоне в Барселском университете именно по управлению фирмами моды. Вот, поэтому вся моя карьера именно в дизайне, она была связана уже с Испанией. И дело в том, что в Испании, вы знаете, что, ну, во-первых, есть группа Inditex, которые принадлежат огромное количество брендов, плюс Манго тоже находится в Барселоне. Это и Springfield, это и Nice Things, то есть очень много марок именно испанских. Поэтому много дизайнеров именно уходит в fast fashion. То есть это такой какой-то... Естественно, есть и свои бренды, есть и более крупные марки, но основная масса работает именно в fast fashion и middle fashion. Вот, поэтому, в принципе, мой путь сразу начался именно там. Я год еще проработала немножко в другой специфике, работала в агентстве по найму персонала именно для Inditex. То есть именно вот те профили дизайн, маркетинг, продажи. Вот, поэтому в этом опыт у меня тоже есть. Я провела огромное количество интервью, я видела огромное количество портфолио. И, в принципе, этот опыт, он мне очень помог в будущем, ну, в дальнейшем, именно когда уже я сама была кандидатом на соискание, так скажем, должности дизайнера. Хочу сразу сказать, я всегда работала в поставщиках. Это очень распространено, и в основном есть огромное количество поставщиков. Это номинальные поставщики. Слово поставщик, оно немножко отличается от того, к чему мы привыкли именно на российском рынке. Давайте приравняем поставщик как дизайн-студия, потому что это абсолютно полный цикл разработки продукта, от тенденции, от поиска ткани, фурнитуры, разработка образцов, до уже финального образца и производства этих вещей. И в данный момент я являюсь главным дизайнером в китайском поставщике, в номинальном поставщике именно Zara, Zara Woman, хотя мы работаем еще и с другими брендами. И то же самое, то есть у нас два, не два направления, вернее, два офиса. Один это в Шанхае, где находится моя команда именно по поиску тканей, по разработке образцов, и Барселона. В Барселоне это уже дизайн-студия, где сидят дизайнеры, младшие дизайнеры. Графические дизайнеры раньше у нас были, сейчас нет. И мы разрабатываем полностью коллекции для и Zara Woman, и Zara Basic, и Trafalook. И в данный момент основной упор идет на Zara Intimates. То есть получается, что Zara привлекает субподрядчиков, у которых заказывает, или вы все-таки входите в группу компаний Inditex? Как это? И Zara, и Manga, и все компании, вот я тебе так скажу, на моей памяти, на моем опыте единственная группа, это H&M, это те, кто производит на своих фабриках. То есть у нас был с ними опыт, для них мы разрабатывали только дизайн, то есть это отшивается полностью образец, они покупают этот образец, ты им даешь абсолютно все контакты, откуда ткань, откуда пуговицы, даешь выкройки, и они просто тебе платят за дизайн. Но производят они уже на своих фабриках. Это не вся коллекция, некоторые образцы. Manga, Inditex, другие компании, все работают только через поставщиков. Поэтому поставщиков большое количество, поставщики разные, от самых мелких до самых крупных, всегда есть специализация, если это вязаная фабрика, то есть иногда это фабрика и дизайн студия. Есть вещи, которые разрабатываются, если в самой группе Inditex, то все равно они производятся у поставщиков, у самого Inditex нет ни одной фабрики. Это вот просто интересный момент, почему я спросила. Я когда работала в крупных российских марках, то есть офис разработки именно от самой компании, то есть это не поставщик, который что-то разрабатывает, есть своя группа дизайнеров, которые этим занимают, есть свой шахайский офис. Да, фабрики, они тоже наступят в подряде, в основном это Китай, Бангладеш, Индия, Турк и так далее. Но именно вот само дизайн ядро, оно не отдается никому. Это вся документация только внутри компании и со стороны ниоткуда не привлекается. То есть мне вот это именно было интересно узнать, что оказывается там… Ты права, ты права. У меня тоже был опыт работы с российскими компаниями, в основном это Мелан Фэшн Групп. И они тоже, у них тоже именно дизайн офис, то есть разрабатываются все модели ими. Но сейчас тебе скажу, это был 2012 год, когда мы с ними так… с 2012 по 2014 год, когда мы с ними активно сотрудничали. И они тоже, то есть одно из направлений, это была также работа с дизайн-агентствами, с дизайн-поставщиками. То есть разрабатывала коллекцию, привозила ее в Санкт-Петербург. А то, что им нравилось, они отбирали из этой коллекции и уже, естественно, потом это идут доработки, подгоняли по крою, может быть, если по стоимости было дорого, то меняли ткань. И после этого уже производили как в Испании, так и в Китае. Какой метод плохой, какой хороший? Разрабатывать полностью с ноля всю коллекцию и не контактировать с поставщиками имеет место быть. Но дело в том, что если ты работаешь с дизайн-агентствами, представь, у Зары, какое количество поставщиков и какое количество информации приходит. То есть каждый поставщик, каждое дизайн-агентство делает свой шоппинг, делает свой ресерч, составляет свою коллекцию. Причем, если посмотрите, у меня есть пост о том, как мы работаем. Есть часть коллекции, которая называется «Удиви меня». То есть спрашивают, что вы сейчас ищите на данный момент. Так как мы номинальный поставщик, у нас есть панели тенденции от Зары также, но большая часть коллекции также идет вот этот «Удиви меня», где мы полностью разрабатываем свою концепцию, показываем им всю коллекцию и те образцы, которые понравились из этой коллекции, они уже их забирают и на эти образцы уже мы можем договориться о производстве. Вот, поэтому здесь я бы даже сказала не 50-50, я бы сказала 20-80, 20% разрабатывается в головном офисе, а 80% это именно работа с поставщиками. То есть, ну, одна из таких главных задач дизайнеров Зары это работа с поставщиками, отсматривать, какие модели они предлагают, какие ткани. Даже, у нас, манго еще ездит по выставкам тканей. В «Индитексе» редко. То есть, все приносится в офис и выбирается уже, так скажем, сначала мы отбираем все ткани, потом привозим самые сливки, из этих самых сливок еще отбираются самые новые, самые подходящие ткани. Так, вот вопрос, сколько примерно номинальных поставщиков у Зара? Ну, хотя бы порядок, типа 10, 20, 30, 40. Ну, 10, 20, 30, мы говорим о сотнях, мы говорим о сотнях. Да, дело в том, что вы поймите, что это огромная коллекция, во-первых, это не только европейский рынок, есть же еще специальные коллекции, и плюс каждый поставщик, он подразделяет. Мы, допустим, работаем в основном с нижним бельем и с джерзи, с трикотажем, да, но в других поставщиках, допустим, моя предыдущая компания, мы работали с шитыми изделиями. В нашей, в моей области, да, то есть это, получается, азиатский рынок, и у нас прямых конкурентов 5. А Россия входит в азиатский рынок, или это все-таки Китай, Инжиа? Нет, нет, азиатский, я имею в виду, производство, азиатское производство, то есть это Индия, Бангладеш, Китай, Вьетнам, Янмар. Россия по рынкам делится, да, конечно, есть специальные коллекции, допустим, Латом, это страны Латинской Америки, а Россия входит в группу России и страны СНГ, вот их плюс холодные, хотела сказать, Таня, извини, страны. Ну, просто я знаю, что, например, когда выходит там на Китай, то там идет полная переработка лекалов в силу особенностей антропометрических, то есть там ножки укорачиваются, роста уменьшаются, а на Америку часто, например, наоборот увеличиваются размеры, то, что наша классическая там М, грубо говоря, там 46, то у них это будет С, ну, вот такие моменты тоже есть, там же еще и измерения меняются. Есть, но это в специальных коллекциях. Если эта модель отшивается на весь мир, то там нет подразделений, то есть там вот идет одно такое усредненное, и здесь будут проблемы. Для Китая эта вещь будет огромна, для России. Мне часто в комментариях очень пишут девушки, что пришла в Зару, посадка не нравится, ну, конечно, это, я верю, это имеет место быть, потому что это очень сложно, найти вот этот стандарт на весь мир, на все типы фигур. Лекаловым скажу, хотя даже есть постоянно жалобы про, насчет лекал, я вам скажу, что лекалы очень хорошо прорабатываются, потому что, представьте, это нужно найти усредненное лекало на огромное количество потребителей, и, естественно, даже в европейский рынок размеры гораздо меньше. В наших, ну, я работала с Melan Fashion Group, я тебе скажу, что разница лекал огромная между, допустим, Зарой и... У нас был опыт, когда, ну, вот та компания, в которой я работала, она переходила на китайский рынок, и у нас брали отдельное подразделение конструкторов, кто все существующие лекала полностью и дизайны перерабатывали именно под китайский рынок, чтобы они их удачно могли покупать, то есть это был огромный проект. Мы, кстати, спрашивают, как будут лекалы по-испански? Требуют... Патронес, Патронес. Как стать поставщиком? Хороший вопрос. Как стать поставщиком? А интересно, от кого вопрос идет? От фабрики? От кого? От фабрики. Я не знаю, видимо, сейчас наверно. Наталья, кто вы? Поставщиком, смотрите, сейчас очень сложно стать поставщиком, особенно номинальным, потому что вы знаете о компании Join Life, да, то есть это такая программа Зары, и к 2025 году все поставщики обязательно должны соответствовать стандартам Join Life. Пройти очень-очень серьезный аудит, допустим, все наши фабрики, они соответствуют этим стандартам, и от поставщика это большие вложения. Стоит всегда у дверей Зары огромная очередь, сотни тысяч компаний, которые хотят стать поставщиками. Чтобы достучаться, просто хотя бы попасть на встречу, представить какую-то свою коллекцию, это сложно, то есть обычно это делается, ну, как всегда, через какие-то знакомства или через дизайнеров, можно показать коллекцию. У нас был опыт с одним из поставщиков, они очень хотели, очень хотели, попали, попали, показали коллекцию, что-то отобрали, но по цене было войти нереально, потому что этот поставщик отшивал для английского рынка, и это абсолютно, ну, топ-шоп и не лук, это абсолютно другой порядок цен и абсолютно другая маржа. Вот, поэтому здесь даже сравнивать не нужно. и естественно, нужно понимать, что первая коллекция и первые вещи, которые вы будете отшивать, они будут такими пробными, да, где вас будут тестировать и смотреть, укладывайте, если вы в сроки, какое качество, какая работа с дизайнерами, какая работа с байером, насколько вы понимаете друг друга. Здесь личные отношения тоже очень важны. Мы с командой на связи 24 часа в сутки и с девочками из Zara, то есть это получается такой, знаете, WeChat с одной стороны с командой в Китае и с другой стороны постоянно в WhatsApp с дизайн-командой и Zara. Так, давайте я еще немножко по вопросам пройдусь, у меня там тоже есть что спросить. Как будет поставщик по-испански вопрос от дизайнера? Проведор. Вот, и Анжелика на меня Zara юбки не шьет, разница в стали и бедра у меня большая, но они шьют все-таки по стандартизированным своим размерам и естественно они не могут индивидуально подогнать под каждую фигуру, поэтому есть усредненный какой-то формат, который они используют скорее всего. Здесь уже смотреть в каждом бренде. Вот смотрите, допустим, я и джинсы Zara, но это большая проблема, мы не дружим, зато я дружу с джинсами Pull&Bear. Отлично, то есть здесь нужно смотреть по типу фигуры, который, конечно, у каждого бренда будет, причем, когда я вижу, на меня не подходит, допустим, мне не подходит одежда, ребят, ничего страшного, такое количество сейчас, мне кажется, одежды, рынок настолько переполнен, что можно найти, но я согласна, что не все лекала подходят. Ну, на меня вот манга хорошо подходит, а Zara тоже практически ничего себе не могу купить, потому что не мои лекала, но это совершенно нормально. Так, мы с вами, знаете, о чем заикнулись? Так, с большими размерами, лайм шьет, ладно, это мы попроще немножко рассудим. Очень много было вопросов, вам и мне часто задают, вы говорили, что отбирали на ты, мы перешли, я забываюсь, может? Да, давай, Катя, я тебе скажу, в Испании не общаются, но вы только с адвокатами или в банке, поэтому можно найти Я начала учить испанский язык, потом ушла на MBA, потом ушла в декрет, и, в общем, бросила я сидела, вот мне кажется, это шанс вернуться, надо возвращаться. Практиковаться, да. Ну, у меня просто был начинающий уровень, что говорить, потому что вообще никак. По поводу того, что требуют от соискателей, дизайнеров, да, как отсматривают портфолио, на что смотрят, какое образование хотят видеть, и по поводу языковых требований, допускаются дизайнеры англоговорящие или только испаноговорящие, ну, вот какой-то такой вот общий инсайт, температура по больнице, можно как-то это охарактеризовать? Да, да. Смотри, отвечу сначала по языкам, но английский обязательно. Ребята, то есть кто, кто еще на вы с английским, и вы хотите работать в международной компании, даже не просто международной, даже в российской компании, все равно вы же будете общаться с поставщиками, вы будете путешествовать, вы будете ездить на выставки, обязательно. Английский 100%, то есть здесь даже нет вариантов. Я не скажу, что у... Одна, кстати, из проблем в Испании, очень-очень низкий уровень английского, ну, очень низкий. Представь, я переводчик английского, и когда я приехала, я просто увидела уровень английского нулевой с ребятами, с которыми я училась, я была поражена, потому что в Испании в школах, вот в таких, в общеобразовательных, ну, его практически нету, особенно в Барселоне, где, ну, вы знаете, что это Каталония, там два, там и так языковые проблемы, каталонский, костильский, вот, поэтому всегда английский вам даст огромный плюс. Неважно, вы байер, visual merchandiser, если вы работаете по найме персонала, сто процентов. Если это очень хороший специалист, допустим, один из байеровскими работаю, она англичанка, она пришла, когда работает в Зару, она не разговаривала вообще на испанском, это не проблема, естественно, там все говорят на английском, и плюс еще предоставляются курсы по изучению испанского, испанский он очень легкий, вот. Языковая тема, здесь нет, нет компромиссов. Учить. Что-то легкого я бы поспорила, там, когда начинаются времена и глаголы исключения, ух, прям. Но я тебе говорю, смотрю, у меня муж аргентинец, когда он пошел изучать русский, он бы с тобой поспорил. песня. Да, русский это, поэтому, в принципе, из-за того, что наш язык такой сложный, нам легче гораздо его выучить, чем, я просто сравниваю с китайским, я еще учила китайский три года, поэтому, если я сравню испанский и китайский, то здесь просто без варианта. Восемь лет работы с китайцами вообще ноль просто, ничего не знаю. Ты знаешь, у меня шеф не говорит на английском, абсолютно, то есть, она какие-то фразы на всех встречах, получается, ну, я как главный дизайнер разговариваю я, и у меня есть коллега, которая китаянка, которая хорошо говорит на английском, и она выступает переводчиком даже между шефом и мной, потому что она иногда, моя шеф-женщина, иногда она меня не понимает, и я пытаюсь что-то сказать на английском, они смеются и говорят, что-то я сказала только что, вернее, на китайском, они меня на китайском не понимают, поэтому нужно найти такую какую-то золотую середину. Это языки, а теперь портфолио образования. Портфолио образования, образование, нет такого, что обязательно нужно громкое имя, вот прямо супер-супер громкое имя, лучше всего опыт. Дело в том, что просто с каким-то очень громким образованием, но без опыта сложно будет найти работу и вообще как-то представить хорошее портфолио. Здесь вам нужно понимать, куда вы хотите, в какое направление вы хотите пойти. Вы хотите работать в фирмах масс и миддл-маркет или вы хотите идти более в люксовый сегмент? От этого, естественно, требования будут различные, как к резюме, так и к портфолио. Все должно быть очень эстетично, и резюме, и портфолио, и вообще иметь какую-то одну стилистику, то есть забываем сразу о всех форматах Word или, ну, знаете, или слишком цветные резюме, то есть все это должно соответствовать там также фирме, куда вы хотите попасть и куда вы отправляете. Ну, то есть, Бершка, вы понимаете, что это одно, и портфолио будет выглядеть в одном стиле, в одном ключе. Зара, особенно Zara Woman, это абсолютно другое, и нужно понимать, что сейчас очень большая конкуренция, поэтому здесь нужно приложить максимум усилий. Если у вас есть какой-то опыт или вы сейчас планируете, да, допустим, пойти учиться, то, в принципе, в Испании очень хорошие школы. Я училась сама в школе, она была, ну, в институте. Это был очень недорогой вариант, потому что, ну, я не могла себе позволить, допустим, Марангони или Парсенс, но если есть возможность выбирать, то, допустим, Парсенс, это один из самых моих любимых университетов. Я считаю, что у них шикарная программа, у них шикарные преподаватели. Обязательно смотрите на преподавателей, кто вам сможет открыть, да, двери в фэшн-индустрию. Другая совершенно сторона, это будет Антверпен, но здесь тоже потрясающий университет. Тут тоже язык, чтобы обучаться там, помимо английского, вам нужно будет еще знать фламандский. И, кстати, в Антверпене, если кто-то занимается дизайном тканей и принтов, потрясающий, потрясающий университет. Именно один из самых сильнейших в мире. Две мои подруги закончили его и очень успешно работают, развивают и свои бренды, и работают в мировых брендах. Потрясающее просто обучение. Многие проходят курсы. Если, допустим, школа не очень знаменитая, но им хочется добавить слово Parsons или London College of Fashion, проходят курсы летние. Раньше это срабатывало. Сейчас, честно говоря, к этому относятся такое уже немного предвзятое отношение, потому что эти курсы стали на такой поток, там абсолютно нет отбора, поэтому с этим аккуратно. Но ничего страшного, даже если у вас нет в резюме громкого названия, за вас должно говорить ваше портфолио. Так, давайте я пока почитаю, сколько лет обучения в ADEP, как правильно. Обучение в EDEP есть три года, есть четыре года. Вы можете взять бакалавриат, это четыре года. Есть еще, допустим, в Барселоне очень хорошая школа, ИЭД, очень хорошая, она на порядок выше, но здесь я вам тоже скажу, аккуратно с преподавателями, потому что те преподаватели, которые были у меня, они также преподавали и в EED, а цена была в два раза выше. Есть школа БАО, не рекомендую, потому что у меня очень много было дизайнеров из этой школы, и технические знания были практически на нуле, то есть там даже, ну, размер пуговиц даже не знали, как сказать, поэтому узнавайте, берите мнение других людей тоже, кто закончил эти школы. Так, смотрите, вот вопрос тоже по теме. Вы лингвист-переводчик по первому образованию. Сложно ли было поступать на совершенно другую специальность? Какая подготовка для этого потребовалась? Я, когда закончила университет, я из Челябинска, я уже, мне кажется, говорила, я из Челябинска, я закончила университет и хотела, хотела, хотела связать свою жизнь дизайном. В Челябинске это было нереально, поэтому я сходила на выставку профессий, не профессий, вернее, а университетов. Приезжали представители Марангони. Я уже отучилась, на что это был бакалавриат, я хотела попасть в магистратуру. Мне сказали, мы вас там не ждем. Для того, чтобы попасть в магистратуру, нужен бакалавриат, но в дизайне, в графическом дизайне, в фотографии, ну что-то, что будет связано с творческой профессией. Поэтому мне пришлось закончить бакалавриат и уже потом поступить в магистратуру. Так, я ушла от вопроса, Катя. Как бакалавриату? Что именно нужно было туда для поступления? Да, бакалавриату обычно просят портфолио, нужно прислать портфолио, если вы поступаете, нет каких-то очень строгих... Я проходила просто собеседование, потому что я была уже в Испании, и я проходила собеседование, я заканчивала художественную школу, поэтому у меня проблем с этим не было. Ничего такого очень сложного вас не будут просить в обычных университетах. Если вы поступаете в Парсенс, в Марангони, ну, в Марангони тоже такая более коммерческая школа, если там Берес, то там это очень серьезный отбор, это собеседование, и это портфолио. И это не просто портфолио с эскизами, это должно быть что-то такое очень креативное, и здесь нужна... Да, но это очень серьезная школа и очень серьезный университет, который заканчивают... Немногие попадают, и немногие заканчивают. Анжелика, сколько лет учились? Вот, спрашиваю, 4 года? Я отучилась... Да, 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 получается, я отучилась... Я сейчас многое постоянно училась, да, получается, 4 года. Ну, по дизайну, я поняла, да. Да, 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 по дизайну 4 года. 4, а потом еще магистратура 2, правильно я понимаю? Получилось 3,5 и еще год магистратуры. Да, если уж так прямо брать по срокам. И плюс, естественно, практику. Берите еще сюда, добавляйте практику с дизайнерами. Мне было сложно попасть на практику, у меня было не очень все хорошо с документами, но я нашла такую... Просто с двумя дизайнерами, с такими достаточно знаменитыми в Барселоне, прошла с ними практику. Если у вас все отлично с визами, с документами, то сразу советую, даже не с дизайнерами, хотя даже если у них какое-то очень громкое имя, очень интересен опыт в компании. Он вам даст даже больше, чем просто работа с дизайнером. А стажировки, как правило, платные или бесплатные в компании? Вообще они должны быть платными, но там оплачивается... Вот, допустим, Women's Secret, я помню, там отплачивается где-то 300 евро в месяц. То есть там такое очень... 250-300, то есть на эти деньги, честно говоря, рассчитывать особо нельзя. Это будет ваш проезд и ваш объект. Теперь такой вопрос. Что просят от дизайнеров? Что дизайнер должен уметь? Смотрите, смотря куда. Вот я всегда буду отвечать, что в зависимости от компании. Если вы идёте в Тельпоса, то, естественно, требования будут одни, и в ЗАР это будут требования абсолютно другие. Но есть какое-то такое всё равно базовое знание, которое вам пригодится. Вы не будете кроить, и вы не будете шить на машинке в компании. Это да, но вы должны это знать. Да, кто-то это опять сказал. Да, да. Почему мне все говорят, что что же вы за дизайнер, вы не шьёте? Как вот объясняю постоянно. Ничего общего. Шьёт, швея. Разрабатывает выкройки, закройщик. Но дизайнер, у него совершенно другие обязанности. Вы должны понимать крой, иначе вы просто не сможете понять, хороший образец, нехороший, как его исправить и так далее. Вы должны понимать шитьё, иначе вы просто не поймёте... Вы должны понимать специфику тканей. Очень-очень вам советую, если у вас какие-то пробелы в знании тканей, то вот это 100% нужно знать, разбираться в тканях, разбираться в фурнитуре. Это сделать очень легко. Есть огромное количество книг. Вы можете съездить на выставки, куда зачастую вход бесплатный. И если даже будете общаться с поставщиками, они всегда с удовольствием вам расскажут, потому что одна из частей нашей работы – это также разработка ткани. То есть ткани делают под нас, и здесь нужно знать специфику. И если вы уходите в вязку, то там ещё более какие-то другие знания. Для трикотажа. Трикотаж, да. Я делаю всё, и детскую одежду, и мужскую, и женскую. Сейчас я, кстати, ухожу в мужскую одежду. Единственное, что я не делаю – это тейлоринг. То есть костюмы, именно костюмная группа, какие-то очень сложные пиджаки, потому что если вы раскроете пиджак, то там просто абсолютно другой мир, вот это нет, а остальное – да. Я перешла в итоге пиджаки, четыре года занималась вот именно мужским тейлорингом, и это вообще-то что-то. Это очень сложно, да. Я даже не претендую. А ещё одна специфика, очень сложная, и, кстати, специалисты ценятся просто на вес золота – это деним, потому что, ну, деним там нужно обладать очень сильными знаниями в окрасе, в… не знаю, как слово «бошинг» перевести. Бошинг – стирка, стирка, дестрой, обработка. Ну, стирка, да, вот эти эффекты, все вот эти эффекты, которые вы добавляете к дениму, это тоже должна такая быть очень серьёзная специфика. Что ещё? Нитки, растяжимость, количество спандекса, карманы, отстрочки, какие нитки. Просто тоже я почему-то занималась всем ассортиментом. Я вообще трикотажник, началась трикотаж, и потом и в дениме я занималась, и в тейлоринг занималась. Ну, потому что мужские костюмы и сорочки у нас были, тоже мы ткани разрабатывали. То есть вот как-то я почему-то всё охватило. У меня так сложилось, что… Ну, это классно, это классно. Я занималась, то есть прям по полной. Здесь, кстати, тоже совет. Нет, не нужно себя в какое-то только одно направление, потому что потом, когда вы будете приходить на собеседование, у вас будут спрашивать, а, вы только детской одеждой, а значит, мужскую вы уже не в состоянии сделать. Ну, как не в состоянии? Всё, поэтому лучше иметь такой опыт, как у тебя, где ты прошла все категории продукта. Это ценится, мне кажется, даже больше. Но всё равно ты, когда переходишь, начинаешь чувствовать себя в чём-то стажёром, потому что здесь чего-то не знаешь, здесь чего-то не доделать, здесь вот начинаешь там коллег дёргать. «Ребята, объясните, там, китайцы, покажите, как вы это делаете, расскажите». Ну, вот он так накапливается опыт. Так, это понятно, это технология, конструирование, основы, материалы, ведение, фурнитура. Что ещё? Обязательно. Сюда уже добавляем ткани, да? А, смотри, очень кроме технических навыков. Кстати, давай про иллюстрейтер поговорим, конечно, твоя основная специфика. А я жду, я жду, я выжидаю, пока мы туда дойдём. Да, я, прости, меня не туда, куда-то уходят. Нет, нет, я хочу полный трёх, просто от программы всё равно не уйдём, они всё равно сейчас у нас всплывут, поэтому я жду. Да, да, смотрите, лет 10 назад работали с CorelDRAW, работали с Freehand, сейчас этого не существует, только иллюстрейтер. Иллюстрейтер и фотошоп. Эскизы, рисовать красивые эскизы, которые просто, я не знаю, похожи на картины, это не требуется. Если у вас только нет, если вы не работаете в каком-то нишевом бренде, и вам нужны вот эти иллюстрации, может быть, для публикации в журналах, в Инстаграме, нет, ну, такого не существует. Если вы делаете иллюстрации, то это больше в графический дизайн нужно выходить. Вот, поэтому про иллюстрации, если не умеете рисовать, ничего страшного. Всё равно какие-то базовые навыки нужны, потому что на встречах всё равно отрисовываем от руки для того, чтобы не тратить время. Но иллюстрейтер нужно знать. У меня в сохранённых Stories, я думаю, папка называется My Work, вы можете посмотреть пример одной из моих технических листов, TechPack, на мужские брюки. И вы увидите, почему это важно. То есть, когда вы отправляете техническое задание, давайте скажем, поставщику, результат может быть удивительным. Поэтому чем больше деталей вы дадите, чем точнее вы отрисуете, здесь важность. Но при этом в компании вам не дадут 4 часа для того, чтобы вы отрисовывали одну модель. Поэтому владеть иллюстрейтором нужно обязательно. И очень быстро это делать. Быстро и чётко, да. Рисунка, шаблоны вы используете? Например, может быть, какие-то блокноты с шаблонами, чтобы удобно, или чтобы всё было единого формата. Есть такое? Да. Идея, кстати, твоя идея с шаблонами, она очень хорошая, потому что я, кстати, использую Fashionary, но иногда с шаблонами, иногда нет. Когда есть желание, да. Я их использую, знаешь, для чего? Если какие-то вещи мне понравились, я их измеряю и просто туда как к себе шаблончиком делаю и в свою личную библиотеку заношу. Шаблонами нет такого строгого критерия, нужно пользоваться или нет. Обычно это всё просто на листочке от руки. Меня обычно спрашивают, они будут ли считать, что я не профессионал, если я что-то нарисовал на шаблоне, а вдруг на меня как-то косо посмотрят. Я себе говорю, да нормально, но если у вас просто шаблон нарисовали и нарисовали всё на своих шаблонах, там на скетчбутке. Нет такого, что компания вам будет закупать огромное количество шаблонов, я просто сама покупаю, мне очень нравится. То есть для меня это быстрее. Иногда, когда нужно приготовить 60 моделей за 3 дня, ну как бы за иллюстрейтер, это просто мне сесть и не встать. Поэтому делаю просто от руки. И если это очень простая вещь, то тоже нет смысла тратить, допустим, на иллюстрейтер. И плюс новая программа, если вы ещё при этом изучаете Browseware или Cloud 3D, то это тоже замечательно. Вот я на него смотрю, но пока оно так только начинает входить, я ещё не осваивала. Либо Cloud 3D, либо у нас ещё Marvelous есть, Marvelous дизайнер, но он больше для персонажей, но в меньшей степени. Нет, Marvelous он больше для персонажей, Cloud 3D очень достаточно, вот для тебя это будет очень простая программа. Для человека, который начинает, сложно. Но если ты знаток кроя, знаток иллюстрейтера, то это будет очень легко. Особенно, если это просто для образцов, для проверки и для создания colorways, это будет легко. Browseware немного, допустим, на Browseware там уже лицензия стоит дороже, но в этой программе работает, допустим, весь Adidas, в Adidas только на Browseware, и Nike, если я не ошибаюсь, тоже. И многие компании сейчас переходят, но там интерфейс очень сложный. Не то чтобы очень сложный, он такой недружелюбный. Вот кло, они все-таки на такого более массового пользователя, и очень дешевая, ну не очень дешевая лицензия, но дешевая лицензия по сравнению с Browseware. Так, это мы поговорили. А потом мне еще задавали вопрос, я тоже. Тренды, тенденции, откуда берете? Показы, магазины, шоппинг, порталы типа WGSN, Fashion Snoops, Трендбуки, рассказывай. Трендбуки нет, Fashion Snoops, честно говоря, не знаю. Fashion Snaps, да? Подожди, я не вижу вопросов. Ну, может быть, я правильно произнесла. Да, может быть, снапс. Смотрите, мы обычно, и поставщики, и в Inditex тоже есть, но не очень это широко используется, WGSN. То есть все, что идет не WGSN, допустим, Packler's и другие порталы, этим нет. То есть у них такие немного тенденции, уже знаете... С отставанием? Не знаю, как сказать. А? С отставанием с небольшим идут? С отставанием. Ну, с большим отставанием. Packler's это уже нет, это уже такой немножко прошлый век. Причем у меня подруга работает в Packler's в Китае. В Китае отлично покупают. В Китае, допустим, это очень популярно, и многие бренды берут. Но мы работаем в основном WGSN, но не нужно ориентироваться, сразу вам говорю, только на WGSN. Сразу огромное нет на то, чтобы использовать полностью вот так взятые вещи, WGSN, просто добавить им цвет в своем портфолио, потому что это у всех. Если особенно вам дали креативное задание, то тоже лучше отрисуйте, потратьте время, сделайте какие-то свои технические рисунки, чем просто взять и сделать copy-paste, потому что это сразу видно. И здесь сразу отбрасывается портфолио. Шоппинг, коммерческий шоппинг. Очень много винтажа, очень много секонд-хенда используем. Выставки, выставки тканей, это обязательно. Какие? Я, смотри, выставок очень много, я путешествую, я летаю только на шанхайскую выставку, которая, ну, честно говоря, смысла нет туда летать, в зависимости от того, какого вы бренда работаете. Для Zara Woman нет смысла, потому что там немного такой выбор тканей базовый. Пример Vision и Tax World в Париже. Летали в Нью-Йорк, в Нью-Йорке очень такой меньше выбор поставщиков, поэтому я вам советую, и самое недорогое, самое близкое, это, получается, вот парижские выставки. Рынки. Рынки тканей в Корее, рынки тканей в Уанчжоу. И, естественно, магазины онлайн. Смотрите за теми брендами, которые вам откликаются, которые откликаются для вашего бренда. Обязательно следите за конкурентами. Я слежу за конкурентами как Zara, так и за своими, то есть внутри Zara. Кто наши поставщики-конкуренты, я тоже всех отслеживаю, чтобы понимать, что купили у них, и что, допустим, мне предложила моя команда и тоже делать какой-то свой анализ. Показываю, послушаю, используете их как основные. Что? Показы. Модные показы, неделя мода. Да. Показы, конечно, показы обязательно. Здесь нужно тоже знать, куда смотреть, на что смотреть. На все марки смотреть не обязательно. То есть вы же будете знать, с какими марками вы работаете. Есть марки, которые я сознательно избегаю. И, естественно, Инстаграм. Инстаграм тоже очень часто пользуюсь. У меня еще есть два аккаунта. Один для мужской одежды, один для женской одежды. Там я слежу именно за инфлюенсерами, за брендами, которые мне нравятся. И очень много такого шоппинга, вот именно коммерческого, чтобы посмотреть вообще, что происходит, что происходит у других ритейлеров, какие ткани, какие фактуры. В интернете есть все. Это, конечно. Но все равно вот это вот физическое, тактильное ощущение, оно очень важно. И посмотреть детали. Обязательно смотрите изделия изнутри. Как, что, какие идеи. Часто в очень базовой вещи вы можете выделиться или какими-то швами, или какой-то отделкой, или пуговицами. Так, давай сейчас немножко вопросов посчитаем. Для создания лекал, какие вы используете в программе? Ну, это сапры. Какие сапры в Испании популярны? У нас в основном это графис. Нет. Сейчас тебе не скажу название. Нет, у нас две. И в зависимости... Но их можно... Все форматы должны быть... Я не знаю, вот в том сапре, о котором ты сказала, формат тоже получается, да? DFX? Да, но все универсальный формат конвертируют потом. Да, поэтому здесь как бы... Если я не ошибаюсь, спектра на спектре. Лектра. Но у каждого... А? Лектра, по-моему. Вектра или спектра? Л. Вектра. Но вот есть... Дело в том, что здесь каждый поставщик уже работает со своими... Я вам скажу, что в Китае вообще с чем-то... У них абсолютно свой софтвэр на все есть, поэтому... У них Julee V и еще какой-то, я не помню, самые популярные китайские. Они еще у них соединяются, с раскроечным комплексом, то есть там и с плоттерами. Там у них свои программы. У нас... У нас 4... 4 цеха, где отшиваются образцы, и каждый из них принадлежит конкретной фабрике, и каждый из них работает абсолютно с какими-то своими программами, поэтому это не суть. Потом все конвертируется, и главное, чтобы фабрики поняли, потому что мы редко... Редко, но просят нас отправить, допустим, выкройки в Zara. Это плохой знак. Это значит, что твои выкройки просто перейдут к конкуренту, к какому-то другому поставщику, но формат один. Объясните, пожалуйста, ритейл. Как понимать точнее? Ну, грубо говоря, рынок, наверное. Как ритейл правильно? Ритейл. Так, подождите. Нет, 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 другое слово. Это было не рынок. Розничная торговля. Ритейл, розничная торговля. Именно магазины, вот сеть магазинов, то есть ритейл, когда у вас не одиночный магазин, а полностью уже какая-то сеть. Как сеть ресторанов, то ритейл, сеть магазинов, розничная торговля. Ну, сейчас еще есть такое понятие, как амниакальные продажи, когда у вас помимо ритейла еще и онлайн-продажи, вы на онлайн-площадках, у вас свой онлайн-сайт, вы там через Инстаграм торгуете, это когда вы максимально захватываете все возможные каналы продаж. То есть сейчас оно еще разрослось. Помни, члену, да. И, кстати, хочу заметить, сейчас предложение по работе к плейсам. Вы видели, да, что, допустим, даже на Wildberries есть Stradivarius представлен, и также, если вы зайдете на Asos, вы увидите Pull&Bear, вы увидите Bears. То есть есть огромная часть коллекции, которая также продается через Zalando, через Asos, через Marketplace. Это тоже один из важных каналов продаж. Всем здравствуйте, кто только присоединился. Тема эфира. Мы сегодня общаемся с Анжеликой, она дизайнер, которая сотрудничает с Zara и с Manga. Это, собственно, узнаем детали, особенности, что нужно, как нужно, как получить образование и так далее. Если вы опоздали, я сохраню эфир в IGTV. Вы сможете пересмотреть, уж извините, повторять все, что мы сказали, мы не будем. Мы будем идти дальше и рассказывать на следующие вопросы, которые возникают. Да, и еще раз просто добавились новые люди, я как бы им рассказываю, чем мы занимаемся. Я пытаюсь прочитать комментарии, потому что я говорю, у меня чужой телефон, и мне немного сложно понять. Ну, я вот тоже слежу, чтобы мы никого не пропускали. Как мы нашли друг друга? Инстаграм – штуку могучая. Нашли мы друг друга в Инстаграме. Лично мы не знакомы. Вот сегодня встретились. Не надо бояться. Это, вы знаете, такой еще один признак. Очень многие, ну как же так, я никого не знаю. Общайтесь, общайтесь спокойно, задавайте вопросы. Это не страшно. Только вот у меня есть в последнее время принцип, я для себя его выработала. Я не люблю, когда меня начинают учить в комментариях, я не люблю, когда мне начинают рассказывать, как правильно, как неправильно, я сразу блокирую. Если ко мне просто обращаются, типа, ой, привет, туда-сюда, там это, я спокойно общаюсь с человеком, ничего там не происходит. Потому что у Анжелики то же самое. Если вы ей начнете рассказывать, а вы неправильно употребили этот термин, зачем вы это делаете? Она вас тоже заблокирует. А если просто спросите, а как, а подскажите куда, то... Катя, я начала вести Инстаграм недавно. Я его начала вести два месяца назад. Даже скажу, ну, в конце июня, если я не ошибаюсь. Вот, поэтому я еще... У меня такая публика, ты знаешь, очень все дружелюбно, очень все... все мило, и пока таких, знаешь, каверных вопросов не задает. Ребят, я 9 лет работаю в масс-маркете. Вы меня вообще ничем не удивите. И вот, кстати, одна из тех характеристик, да, вот мы говорили с тобой про технические знания, которые должен иметь дизайнер. Но самая-самая важная вещь, которая будет выше всех ваших технических знаний и английского, это умение общаться с любыми нациями, с людьми абсолютно разных мировоззрений. Потому что, ну, во-первых, команда, во-вторых, поставщики из разных стран. Быть открытыми, как, Катя, ты правильно говоришь, уметь задавать вопросы, уметь слушать в то же время. Очень важные качества, и нужно быть очень открытым человеком, даже для того, чтобы просто пропускать через себя все эти бренды. Извини, не бренды, а тенденции, потому что очень много тенденций, которые, допустим, лично мне не нравятся или лично мне не близки, но я знаю, что для работы, для бренда они будут удачны. Поэтому будьте открытыми. Ну, это вот вообще профессиональное очень интересное качество о том, что когда ты работаешь, ты, например, имеешь какой-то бренд-ревью от бренда, с которым ты сотрудничаешь, ты понимаешь, что им нужно, и даже если это, ну, как бы не твое, то ты либо ищешь члена команды, которая может тебе в этом помочь, либо просто погружаешься с их точки зрения. То есть неважно, нравится лично тебе или не нравится. Главное, как это будет работать на результат. И это вот тоже такой момент, мне тоже говорят, ну, как же, я там создала эскиз, а мне вот тут сказали, а ты зачем его создал? Чтобы он тебе нравился или чтобы он отработал и был как бы удачно воплощен? То есть вот этот психологический момент его тоже как перейти надо в какой-то. Вот я его переходила, я помню, у меня ломка прям была, мне было очень обидно, мне было больно. В какой-то момент меня перещелкнуло, и я, ну, как бы вот, ну, да, эскиз не так, давайте сейчас переправим, давайте другое нарисуем, посмотрим. Я вот тоже с поставщиками общаюсь, да ладно, отменяем эту модель, я вам сейчас еще две новые на разработку. Я говорю, да ты что, отмены как, куда? Я говорю, ну, смысл, я время потеряю, давайте дальше уже. Вот как-то вот, ну, это мое может быть такое. Ну, мне кажется, с возрастом и со временем, вот опытом работы, оно как-то так. Ты абсолютно права в этом, особенно вот одно из моих, одно из моих таких последних увлечений, это диджитал дизайн, ну, именно не в моде, а в UX, да, user experience, пользовательский опыт именно для сайтов и так далее, направленный на ритейл. И первое, что говорят, да, вот во всей этой системе agile, design thinking, это о том, что эго нужно оставлять за дверью, потому что дизайн – это вещь такая очень субъективная. Мне нравится, тебе не нравится. Мне не нравится, а миллионам человек может понравиться. Иногда бывают вещи, которые становятся бестселлером, и это не самые любимые вещи, допустим, и ты смотришь и не понимаешь, боже мой, кто это купил? А вещь продается просто тысячами по всему миру. Поэтому не забывайте, что дизайн – это очень субъективно, поэтому здесь критику воспринимать нельзя. У меня был тоже такой период, когда мне было 23-24, я рыдала от критики, но потом поняла, что это не лично к вам относится здесь, и нужно уметь воспринимать критику. Если вы не воспринимаете, я не говорю о какой-то жестокой критике, где просто вас хотят мастер-битию низить, это абсолютно нет, это уже о границах. Но конструктивную критику принимайте и выслушайте, можете принять, можете нет, но часто критика помогает нам расти. Это да, но главное, чтобы критика была адекватная, а не чтобы кто-то просто самоутверждался за ваш счет. То есть там тоже научиться делить эти понятия, то есть одних слать лесом, других просто послушать, понять, что сделать. Так, да, смотрите, мы многое очень рассказали, ну, просто не будем терять время, чтобы повторяться. Общий язык с любым советчиком, это да, чем более международная команда, тем более широкое у вас должно быть восприятие действительности. У меня вот, я когда училась, у нас была команда там, люди из Китая, из Индии, из Франции, из Америки, Эль-Сальвадор, Мексика, я русская, да, французы, вот мы все в одной команде, и вот нам нужно создать что-то свое. То есть какие вот, у всех свои восприятия, у всех свои мировоззрения, но мы работаем на результаты. И вот это вот очень... И, кстати, вот то, что я заметила, да, ну, ты как лингвист, тебе попроще, а у меня с языками достаточно сложно, но английский я выучила, и второе образование я на английском получала. У меня есть акцент, он никуда не делся, ну, и как бы хрен бы с ним. Вот у русских людей такое, ааа, ты говоришь с акцентом, вот здесь ты неправильно составил конструкцию, а когда ты работаешь на результат, тебе все равно, как ты сказал, потому что тебя поняли, и чтобы сделали то, что ты хочешь. То есть тоже вот эта вот перестройка мозга, она со временем происходит. Поэтому чуть-чуть полегче к этому относиться, чуть больше стремиться получить то, что вы хотите, а не то, чтобы у вас вот эта конструкция, как у Шекспира, блин, была. Ну, это так. Верика. Про акцент вообще забудьте. Вы испанцев не слышали, с их английским, и абсолютно никто не страдает. Я на китайском пытаюсь разговаривать. Надо мной смеются и думают, что я говорю на французском, и ничего страшного. Так, разве не обсуждаются эскизы до того, до разработки? Понимаете, в чем дело? Вот я сейчас скажу, и добавит еще Анжелика, когда вы разрабатываете, это же не жесткая материя, да, это не 2 плюс 2 равно 4. Вы обсудили, задали направление, начали делать, посмотрели, поменяли, посмотрели, поменяли. Там не бывает такого, что вот вы один раз утвердили, разработали, и все, не дай бог, что-то поменяется, там какой-то кармашек куда-то уедет. Вы будете, это постоянное живое движение, оно не жесткое, поэтому, когда вы вышли там на первое ревью, там презентация, или как это называется, в вашей компании, вас могут вообще завернуть практически все, и вы будете переделывать. И это вполне как бы, ну встречается, неприятно, конечно, но встречается. Может, потом придут образцы, вы на них посмотрите, скажете, боже мой, это не то, что мы хотели, давайте переделать. Это вот такая история, поэтому оно обсуждается, но оно постоянно идет, как река течет, поменяется. У вас же так же, наверное идет, да, в процессе. Но ты это очень лайтовой форме, все, конечно, преподнесла, все очень другое. Это было бы замечательно. Ребята, нужно, если вы хотите работать в моде, нужно быть очень стрессоустойчивым, и иметь очень крепкую нервную систему. Отрастить, урубить, это. Да, здесь особо чувствительным, вот я очень чувствительный человек, но я уже просто научилась, знаете, кнутом, кнутый пряник, пришлось научиться. Здесь очень чувствительным, очень нежным людям сложно будет, как в люксе, так и в масс-маркете, поэтому разве только, что у вас не свой какой-то бренд, который вы лелеете, как цветок. Критика может быть как, в зависимости от команды, если вам повезло с командой, допустим, мне повезло с командой, особенно я когда шла на первую встречу с байером именно Зара Вумен, но меня трясло, потому что я слышала такие ужасные истории, и это казалось просто милейшая девушка с огромным опытом и очень корректная. Но вы поймите, что это огромное количество, из-за каждой ошибки теряется огромное количество денег, и кто-то может потерять свою работу. Очень много нервов, и иногда, конечно, это может быть очень такое, в жесткой форме сказано. Иногда это могут вещи быть кинуты на пол, и к этому нужно привыкнуть. Ну, я не стала рассказывать всего удовольствия. Ты не стала так пугать. Ну, это может быть на любой работе, да, здесь единственное, как вы выстроите тоже отношения. У меня тоже был такой случай, но я к себе как бы не позволяю абсолютно ни криков, ни какого-то некорректного отношения. Вы как себя поставите? Здесь тоже так себя люди будут вести с вами. Нет, ну, крики – это уже перебор, а критика все равно будет. То есть, без криков, но вам все равно скажут, что переделать, что убрать. Потому что действительно это, как правило, миллионы, которые стоят за этим карманом, который, казалось бы, ну, что там такое. Особенно, если джуниор-дизайнер. Вот у меня команда джуниор-дизайнеров, и есть вещи, которые, ну, пытаешься сказать корректно, но когда человек не понимает первый, второй, третий, десятый раз, здесь уже сложно. Как вы видите свой дальнейший рост в карьере? Кем видите себя через 5-7 лет? Сейчас я немного меняю направление, я также остаюсь в Unitex, но я перехожу на мужскую линию. То есть это вот с сентября как раз-таки будет такой новый виток. Я делала раньше мужскую линию, но это был не основной мой опыт, поэтому сейчас будет такой тоже интересный опыт. Плюс в дизайне, мне кажется, я уже достаточно опытна, и мне очень хочется именно управленческие какие-то должности, с управления и с поставщика перейти, может быть, уже управление финального клиента и связать больше с закупом. То есть не только дизайн, но также уже иметь возможность принимать решения по закупу и когда вы принимаете решение, какая коллекция, какая вещь идет и какая вещь просто будет продаваться по всему миру. То есть я надеюсь, что мой опыт на ближайшие 2-3 года надеюсь будет именно таким. Сейчас перешла в это направление. А 5-7 лет сложно сказать, я очень хотела идти в диджитал, поэтому но здесь тоже в диджитал UX здесь тоже нужен опыт, поэтому посмотрим. И если нет, то уже какой-то свой проект. Так, по поводу того, как устроились в Зару рассказывала, посмотрите эфир сначала, не будем повторяться. Так, вопросы с Плитани, этики, ну там по-разному, понимаете, в разных же культурах тоже по-разному, испанцы, они, например, более эмоциональны. Я вот когда только подходила к испанскому языку, я даже слова не могла разобрать, пока когда они верещать начали, потом научилась разделять. Сколько раз прошивается образец с начала до идеальной партии у вас? Нет, какого-то определенного номера здесь в значении отшивается до идеальной. Дело в том, что если не совпадают, сначала вы измеряете его. Смотрите, если мы идем от первого образца до финального, во-первых, сначала будет огромное количество изменений, как говорила Катя, но когда уже есть финальный образец окей, уже начинаются тесты, есть тесты с тканью, есть тесты с цветом, и плюс каждый раз мы весь сайз-сет отправляем к клиенту, они это измеряют, и если есть какие-то проблемы, то возвращают и переделывают. Пока они не добьются идеального результата, никто окей на производство не дает, даже если вы уже не укладываетесь в сроки. А у вас сейчас сроки же короткие, сколько, 45-90 дней? Какие у вас сроки сейчас идут? 45 на что? На производство, нет? 45 это огромный максимум. Я просто общалась, когда ездила на Питюму, когда по мужской моде как раз очень хорошая выставка во Флоренции два раза в год идет, и там был поставщик, который занимается отшивом коллекции для Зары. И у них, поскольку они рядом, и они как раз на европейскую часть больше были рассчитаны, он говорил, что у них очень короткие сроки, вот у них буквально 40 дней на производство, и он просто бегал с такими выпученными глазами, говорит, надо успеть, надо успеть. А, нет, ты просто сказала, я поняла, что 90 дней такого не существует, сразу тебе говорю, 90 дней это... 90 дней не существует, 45 это такой, такой уже серьезный срок на отшивку, гораздо короче. Да, то есть, дело в том, что если мы включаем ткань или нет, ткань обычно производится под нас, поэтому, если ткань заняла 2-3 недели, то потом на отшив изделия тоже может уйти 2-3 недели, но это вот такие... Ну, 3 месяца точно нет, 90 дней нереально. Нет, 90 дней обычно имеют в виду от идей до конечного изделия, 90 дней. А, ну да, тогда может быть так. Обычно это, ну да, месяц на разработку, самая-самая проблематичная часть это получить окей на производство. Вот здесь это может затянуться. Так, давайте я сейчас прочитаю еще буквально пару вопросов, потом мы прорвемся, я перезагружу эфир, чтобы нас не выкинуло и все у нас сохранилось. Хорошо? Сейчас вопросы читаю, а потом мы перезагружаемся. А если не очень повезло с командой, конструктор не хочет изменений, каждый раз уговора, а другого просто не найти, вот это стресс. Расскажите о диджитал, что это, о чем, как и куда. Так, читаю вопрос, потом перезагружаемся. У меня иногда есть впечатление, что некоторые модели выходят в серию без обработки рекал. Нет, это неправда. Работаю дизайнером в России, хотелось бы в дальнейшем ехать за границу. Как выйти на работодателя? Так, значит, вопрос сейчас про работодателей и про конструктора. Мы его сейчас зададим в другом эфире. конструктор. Анжелика, я тогда перегружусь, сохраню в IGTV и заново выйду в эфир, и мы заново начнем. Те, кто нас смотрит, еще раз переподключайтесь, мы дальше пойдем по вопросам, чтобы у нас все сохранилось. Хорошо? Хорошо, договорились. Сейчас буквально одна минуточка, я перезагружаюсь, и мы идем дальше. Хорошо, супер. Так.